И последняя тек ткань, которая есть у всех, это нервная ткань. Четвертая последняя ткань, нервная ткань. Построенная нервная ткань называется нейрон. В единственном количестве нейрон. Это специалисты, на самом деле, очень высокого класса. Скажите, пожалуйста, а процессы вот этого воплощения, вот этого воплощения, вот этого выделения, желательно, чтобы клетка умела регулировать, или нет? Да. Совершенно необходимо, ставьте их под контролем. Так вот, одно из условий создания нормальной регуляции на мембране любой клетки, это строго определенное разделение зарядов, электрических зарядов. Обычно внутренняя среда клетки имеет меньше положительных зарядов, чем внешняя. Если меняется немножко, меняется транспортная функция этого участка мембрана. То есть, на самом деле, электрический заряд генерирует совершенно любая живая клетка. Начиная от бактерий, кончая клетками, там, я знаю, морковки, человека, любая живая клетка, обязательно. Это и надо для управления. Но, что такие нейроны? А нейроны – это клетки, которые умеют этот заряд генерировать, раз в 50 более мощные, чем остальные клетки. Во-первых, мощные, а вторых устойчивые. Создавать они его будут не постоянно, а только при определенном воздействии. Одна группа нейронов, если ее осветить, в ответ создаст заряд. Создаст разный заряд, извините. Вторая группа нейронов на свет никак не отреагирует. Но если рядом появились строго определенные химические вещества, создаст разный заряд. Третья группа – не на химические вещества, а не на свет не реагирует. Но если ее сжать, то есть повысить давление, либо наоборот растянуть, поднять давление, создаст разный заряд. А теперь давайте подумаем, какие органы и чувства у человека есть? Хорошо. Какие чувства есть у человека? Так, все. О связание, обомян, зрение, слух. О, пятое. Уск. Уск. Уск, что-то забыли. На самом деле, еще шестое, просто в русском языке нет названия. Одно из важнейших наших чувств, которым мы постоянно пользуемся, не дай бог, с ним что-нибудь происходит, пошевелите большим пальцем направо на ноги. Вы увидели, что он шевелился? Да. А вы же на него не смотрели. Какие органы чувств дали вам информацию о том, что ваше тело шевелилось? Осязание. Осязание. Хороший ответ. При движениях тела действительно происходит изменение натяжения кожи. Но дело в том, что кожу можно выключить. Кожные рецепторы, нервные клетки можно выключить. И оказывается, что человек все равно знает, согнут у него пальцы или разогнут. Двигается у него, нога или стоит. Почему? Потому что вы не делаете осознанно. Не. Ребят, если бы вы знали, насколько мало мы можем делать осознанно. Это вам только кажется, что вот все, что вы делаете, это потому, что вы так хотите. Ну, ребят, процентов 75 ваша активность на самом деле рефлектовна. Это очень легко показать. Не просто легко, а очень. Рецепторы чувствительной нервной клетки стоят прямо в мышцах, стоят в сухожилии, стоят в стороне цунга. Это дает представление о так называемой схеме тела. В каком положении ваша тела находится? Важнейшее на самом деле чувство. Хорошо. Ну, вот схемы тела. Как по-вашему? Приемники сигналов на что реагируют? В схеме тела. Вот я выписал, на что могут реагировать нервные клетки. На след внутри мышцы, я вас поздравляю. На изменение давления, конечно. Сжали или растянули. Хорошо. Рецепторы кожи, привычное вам осязание. На что реагируют? На химический сигнал, свет, давление? Только на давление. Если вы могли реагировать на химические сигналы, то какая возникла ситуация? Вы взяли палец, суп опустили и почувствовали, что он недосоленый. Да? Значит, никакой химочувствительности у кожи, конечно, нет. Фоточувствительности тоже. Это, правда, есть еще одна чувствительность. У рецепторов кожи, у внутренних рецепторов. Есть нейрончики, которые формируют разный сигнал в ответ на изменение температуры. Так, берем зрение. А в составе глаза какие чувствительные нейроны сидят? Свет. Да, свет чувствительный. Согласен с вами. Химические вещества. Химические вещества глазами? Да. Это как? Какой-нибудь газ выжгет глаз. Да? Ну, ровно так же, как тебя не знают, когда молоток выбьет глаз. Но это не значит, что нервные клетки реагировать будут на этот сигнал. Хорошо. Хорошо, обоняние. На что реагируют нервные клетки? Химические вещества. Вкус. На что реагируют? Химические вещества. А вот с вкусом сложно. То, что называют вкус, на самом деле очень сложное ощущение. Складывающееся из сигналов хеморецепторов, рецепторов давления. Они здесь при чем? А консистенция пищи. Шест. Не в этом дело. Если я взял разные блюда, перемолол, в блендере размял и сделал из них пюре. Так? Вот это пюре. Совершенно уверены, что точно отличите по вкусу одно блюдо от другого. Да. Нет. Представляете, ребята, на уровне... Представляете себе вкус жареной картошки. А теперь вы размягчили ее на блендере. Вкус остался прежним или изменился? Нет. Прежний. Попробуйте дома. Попробуйте дома и сами увидите, что же мне здесь вам говорить. Осязательная информация очень важна. Плюс к этому, оказывается, важна термоинформация. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал отгрызть кусок от совершенно промороженного мороженого? Да. Ага. Вот хорошо, удалось отгрызли. Вы вкус чувствуете? Нет. Нет. Чувствую. А в чем дело? Терморецепторы заблокировали работу хеморецептора, пока температура не придет. Ну, какое-то, хоть на что-то, скажу, значение. Так? И, на самом деле, важнейшую роль для промирания уса имеет запах пищи. Если сделать разрез человеческой головы... Вот так. Вот я заштриховал такую пластину, отделяющую ротовую полость от полости носа. Как мы обычно ее называем? Неба. Абсолютно верно. Хотя, на самом деле, это вторичная неба, настоящая вторичная неба. Вот она. Но это уже деталь. Да? Важно то, что вкус мы вроде как здесь. А теперь очень простой эксперимент можно поставить. Ну, посложнее, чем с блендером, конечно. Взять, заткнуть ноздри. Вот так. А нейронное обоняние вот здесь идет. Полость и носа. Поэтому придется еще заткнуть внутренние ноздри. Хаарно. Поставить вот здесь, мягкие от плесковой пробки. Вот тогда мы взяли и изолировали нейронное обоняние. После этого надеваем человеку на глаза поверхность. И даем ему на пробу, порезанную маленькими пугиками. Сырую картошку, яблоки и лук. Безвкусная. Нет. Дело в том, что человек не сможет их лечить. На уровне работы хеморецепторов языка разницы нет. А вообще-то в норме мы отлично отличаем эти продукты друг от друга. Почему? Этот алло-хон, острый. Да. Дело в том, что пока вы здесь пережевываете пищу, она, во-первых, нагрелась до 35-37 градусов, во-вторых, измельчились. В этих условиях все ведучие вещества пищи, все, что может перейти в газ, переходит в газ. Вот она дорога. Вы половину запах не отсюда ощущаете, а вот отсюда. Да? Значит. Хорошо. Вот мы разобрались немножечко с тем, как работают нейроны-приемники сигналов. Называются они нейроны рецептора. А дальше, в отличие от нормальной клетки, в этой клетке будет длиннейший и длиннейший отросток. Вот здесь я сформировал элитрический сигнал и дальше отросток сигнал побежал. Куда побежал? К органу исполнителя. К органу исполнителя в нервной системе будут называться эффекторы. От слова эффект. Нервным клеткам подчиняется два типа эффектора. Во-первых, все мышечные клетки, ни одна мышечная клетка без такого сигнала сокращаться не будет. И во-вторых, клетки желез. Плюс, выделяющий самые разные вещи, клетки и макоклеточки. Вот это основные характеристики ткани. Первую половинку занятия сделали. Ну, а теперь на этом уровне будем смотреть, собирать. Уже зная, какие ткани, с какими свойствами, собирать и уложить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!